Познаем Китай. Авторская передача о Китае. Бизнес-тенденция в КНР и по меру. Меня зовут Владимир Терентьев. Тем, кому интересен Китай, кто хочет покупать или продавать КНР, те, кто хочет понимать Китай изнутри, подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик, чтобы не упускать интересных новостей. Если вы решили выучить китайский язык с носителем языка один на один, международная сертификация ЧСК, легко, быстро, весело, записываемся на бесплатный полноценный урок в нашей академии по обучению китайского iChinese Online. Ссылка под описанием под этим видео. Если я спрошу вас, что является самым импортированным товаром Китая каждый год, многие люди, думаю, скажут, что является этим товаром нефть или газ. Да, в последние три десятилетия крупнейшим товаром импортированным Китаем являлась нефть. Но изменения произошли с 2018 года, и чипы заменили товарную позицию нефти, выйдя тем самым на первую в списке импорта товарных позиций в Китае. В 2018 году Китай потратил на импортируемые чипы более 312 миллиардов долларов США. Поднебесная использует эти чипы для производства 90% смартфонов и компьютеров по всему миру, также 70% мирового производства цветных телевизоров. В будущем с развитием искусственного интеллекта, технологии AI и VR, с применением самоуправляемых транспортных средств ожидается, что спрос на внедрение чипов будет продолжать расти. Однако, поскольку китайско-американские торговые трения усиливаются, китайским компаниям будет все труднее и труднее закупать эту позицию. Вы задаетесь вопросом, если настолько большой спрос на этот тип продукции, почему бы китайцам не производить их самим? В настоящее время при производстве чипов КНР столкнулся с двумя большими трудностями. Первое – это то, что Китай не может покупать современное оборудование. Еще в 1949 году Соединенные Штаты совместно создали Координационный комитет по экспорту в коммунистические страны, чтобы сдержать Советский Союз и 16 других стран, ограничивая страны-члены в экспорте передовых технологических стратегических материалов. Социалистические страны. Китай был одной из первых в списке попадающих под регуляцию в то время. После 1990-х годов Советский Союз распался, но комитет продолжил существовать, и они увеличили список других стран, обнародовав в осинарские договоренности о контроле за экспортным вооружением, а также товаров и технологий двойного назначения, предусматривающие объем экспортных ограничений. Одна из самых совершенных литографических машин для изготовления чипов Маск и Лагнер находятся в списке эмбарго для Китая. Во-вторых, индустрия чипов – это индустрия высокоскоростных итераций. Все знают компанию Intel. В честь основателя, отца Intel Гордона Мура, был назван в честь него закон Мура. То есть, каждые 18-24 месяца размер чипа уменьшается в два раза. Число компонентов в интегральной схеме будет увеличиваться. После удвоения производительность удваивается. Например, 7-нанометровая микросхема меньше, чем 14-нанометровая и является более энергоэффективной. Согласно статистике рынка, если одна компания выпускает чипы размером 14 нанометров, а другая чип размером 7 нанометров, то такая небольшая разница приведет к тому, что компания, производящая чипы размером 7 нанометров, будет забирать более 90% прибыли всей отрасли и производители больших чипов будут делить только лишь оставшиеся 10% рынка. Таким образом, чип-индустрия монополизирована некоторыми олигархами в Европе, США, Японии и на Тайване. От оборудования до продуктов. Чем больше масштаб, тем ниже стоимость. Это похоже на гонку черепаха-кролик. Хотя при условии, что черепаха усердно передвигается постоянно, если кролик пробежит все утро, черепахе очень трудно будет догнать его. Так на каком этапе сегодня находится производство чипов Китая? Согласно статистике Нингуанан, академика Китайской Академии Наук, в Китае в настоящее время находится самое большое количество компаний по разработке микросхем в мире. И его уровень дизайна занимает второе место в мире. Но компьютерное программное обеспечение, необходимое для изготовления чипа, можно приобрести только у американских компаний. Кроме того, Китай также сильно отстает в производственном процессе. 80% основного оборудования китайских заводов по производству микросхем необходимо импортировать из-за рубежа. Как я упоминал ранее, в соответствии с Восианарским соглашением, самые высокопроизводительные машины для литографии чипов западных компаний запрещены к экспорту в Китай. Поднебесная может купить только некоторые аналогичные продукты, которые являются относительно отсталыми. Когда ты приобретаешь линию производства, также требуется время на его установку на месте, что занимает от двух до пяти лет. В этом процессе, если технология производства чипов в других странах быстро меняется, то, возможно, когда открывается производственная линия, то есть завод, то продукция выпускаемая будет устаревшей на рынке. Нингуаннан сказал, что в настоящее время китайским чипам требуется около 10-20 лет, чтобы достигнуть, догнать Соединенные Штаты. По этому вопросу предприниматели на переднем крае могут быть более обеспокоены. В начале этого года Жэн Джэн Фэй, основатель китайской компании Huawei, сказал в интервью, что ремонт мостов и дорог, как также реставрация домов, возможно, пока вы тратите деньги. А в случае с производством чипов эта схема не работает за деньги. В начале надо найти кадры математиков, физиков, химиков, если в будущем китайские компании захотят превзойти на этом рынке. В любой профессиональной дисциплине требуются лучшие таланты и хорошая поддержка финансами, а также конфигурация оборудования. В экономике есть теория сравнительного преимущества, которая означает, что у каждой страны есть свои собственные преимущества в производстве, а также что-то, в чем страна отстает. В контексте свободной торговли стране нужно только сосредоточиться на производстве и экспорте того, в чем она хороша. Тогда необходимо импортировать вещи, в которых вы не очень хороши, из других стран. Однако одним из основных пунктов сравнительных преимуществ является свободная торговля. Будущей постразвивающейся страной Китай принял стратегию использования времени для пространства и рынка технологий во многих мероприятиях, и он добился больших успехов. Однако в контексте с новой контрглобализации теория сравнительных преимуществ для Китая в некоторых областях претерпела неудачу. Это заставило китайские компании отправиться в более опасное инновационное приключение. Уважаемый слушатель, вопрос для вас. Как вы считаете, какой есть выбор у Китая в данной ситуации? Комментарии оставляем под данным видеотреком.